Квартирный вопрос. Ипотеку по нынешней ключевой ставке могут себе позволить только 10% омских семей. Напомним, Банк России на сентябрьском заседании повысил показатель индикатора до 19% годовых. Как это отразилось на омском рынке недвижимости? Каковы его тенденции и перспективы? Попробуем разобраться вместе с экспертами. Омский рынок переживает бум цен на недвижимость. По данным сервиса МЛСНРУ, средняя цена за квадратный метр выросла на 30% за два года, превысив показатель в 100 тысяч рублей. Кроме того, на доступности жилья негативно сказались новые условия ипотечного кредитования. Брать ипотечный кредит при ставке 22-23% это первоначальный взнос. Если люди в состоянии заплатить, то ежемесячный платеж у них будет за небольшую однокомнатную квартиру 50-60 тысяч рублей. Но мы видим покупательскую способность, видим заработные платы в нашем регионе и понимаем, что это очень ограниченный круг потребителей может позволить себе пойти на такие условия. Цены на жилье растут в силу объективных причин. Инфляция, удорожание стройматериалов, оплата труда рабочей силы. Однако в условиях, когда объекты задерживаются на рынке, для покупателей открывается возможность торга. Есть определенное перенасыщение рынка этими объектами и у застройщиков, у собственников возникают сложности с их реализацией. Этот период обусловлен тем, что при осмотре квартиры потенциальной, при выборе объекта недвижимости у покупателей есть возможность выходить на существенный торг. Торг на сегодняшний день достаточно приличный. То есть, если раньше, например, квартира, которая стоит 10 миллионов рублей, новостройка, можно было торговаться в пределах 100-200 тысяч, то сейчас торг идет и о 500 тысяч рублей. Движущей силой на рынке оставались льготные программы. В июне Банк России отменил ипотеку под 8% годовых. Программа подвергалась критике, так как была наименее адресной и создавала на новостройке ажиотажный спрос. Летом изменились правила игры и у семейной ипотеки. Программа стала доступна более узкому кругу заемщиков, что молниеносно повлияло на покупательскую активность. Получается такая ситуация, что у нас рынок сейчас покупателя. То есть, очень много объектов продается. То есть, у нас увеличились расходы на рекламу. То есть, объектов много, а покупателей не так много. Первичных обращений стало меньше. Что касается количества сделок их, соответственно, стало меньше от 30 до 70% в разных сегментах. То есть, если в прошлом году люди покупали 100 квартир, то теперь они покупают от 30 до 50 квартир. Ну, даже от 30 до 45. Чем меньше наличных средств требуется для совершения сделки, тем выше вероятность ее реализации. Поэтому сегодня рынок недвижимости живет обменом. А стагнирующий рынок, он как раз для обменов. Ну, то есть, ты нашел покупателя на свою квартиру, спокойно выбираешь себе вариант, потому что рынок стоит. Когда рынок растет, это очень тяжело сделать, потому что ты не успеваешь. Ну, то есть, ты сегодня продаешь, через месяц покупаешь, и за этот месяц уже изменения в сторону роста на приобретаемое жилье. Эксперты единодушно указывают на потерю покупательского интереса. Амичи преимущественно не приобретают, а арендуют жилье. Сентябрь показал рекордные результаты по активности арендаторов. Интерес к съемному жилью вырос более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Рынок аренды вообще стал достаточно активным в этом году, потому что, подсчитывая, например, ипотечный платеж или же аренду, то аренда выгоднее. То есть, например, приобретая квартиру, например, трехкомнатную платеж у клиента 70 тысяч, то в аренду он ее может снять за 40. Это вот прям вот так ярко видно. Поэтому аренда сейчас на расхват вообще как никогда в связи с выгодой. Ну и в связи с этим, конечно, подняли цену. Собственники поднимают и пользуются этим. В условиях экономической нестабильности для большинства россиян свое жилье остается далекой мечтой. Инфляция, снижение реальных доходов населения и рост ключевой ставки ставят крест на улучшение жилищных условий и повышение уровня благосостояния граждан. Но о стабильности говорить не приходится. Перспективы рынка недвижимости, по словам экспертов, остаются неопределенными. Я думаю, что мы будем зависеть, в первую очередь, от внешнеэкономических, внешнеполитических факторов, которые будут влиять на нашу экономику, на наш регион в том числе. И если, скажем, будет некая стабилизация, то есть мы на себе это почувствуем. Если ставка вернется в приличное русло, значит вернутся программы и сельская ипотека, более широко будет представлена и семейная ипотека, и другие банковские продукты. Ну, соответственно, и рынок недвижимости оживет в большем масштабе.